Задали несколько вопросов, на которые я бы хотел ответить год назад. Один из вопросов был по гигабитному доступу, что 100 мегабит достаточно и это никому не нужно. Что больше никому не нужно. Реальные графики реальных абонентов, где люди упираются в сотку. В этот момент можете сами, ну наверняка все понимаете, что если у человека подключено интерактивное телевидение, ну либо дополнительные услуги, связанные с пропуском видео, аудио, да и просто, скажем, становится некомфортно работать в интернете. Еще один график. И мы в принципе видим, что достаточно часто вот эти полочки фиксируются на реально живых абонентах. В общем, да, конечно. Направление трафика. Это с порта. Это до клиента. Это клиенту. Спасибо. Смотрите, вот трафик имеет все-таки свою природу определенную, да? В каком смысле? Что редко так бывает, что вы трафик гоняете в одну сторону, а с другой стороны ничего. Вот это знаете на что похоже? Это похоже на то, что роутер или компьютер был завирусен и участвовал в додос-атаке. То есть это не кто-то ТВ так смотрел агрессивно, а это с ботнет-команда прилетела, слушай, досим вот того. Посмотрите зелененьким, посмотрите входящий трафик. То есть инбаунд у вас. Хорошо. То есть вот аутбаунд у вас прыгнул, да, в полочку, а инбаунд трафика нет. Я не спорю, мы не разбирались в абонентах, это случайно. Не-не-не, это же важно. Вот только что вы вилкой в 100 мегабит не дали ему подэдосить Пентагон. Вот смотрите, вот второй случай, обратите внимание, там зеленая полосочка есть. Вот это похоже на отдаленную, похоже на реальность. А вот там, где нет зеленой полочки… Мы не разбирались в графиках, я просто сделал выборку по графикам. Не, ну как так? Ну в клиентах? Да как так-то? Ну вы проанализируете, что там за трафик-то летал? Спасибо, извините. Я предлагаю дать возможность докладчику продолжить. Две секунды, мы сейчас отвечаем на вопрос, связанный с тем, что клиенту больше не нужно. Нужно, и клиент потребляет. Я еще раз говорю, я вам даю тезис, что клиенту больше не надо, потому что он иначе своей кофемолкой ломал сайт Пентагону. И то, что я его остановил на сотке… Мы спасли его. Спасибо ему, потому что иначе с меня бы летело там вместе. Или сколько бы вы ему дали отпор. Мы вернемся к следующим слайдам. Окей. Выборка абсолютно была, скажем, по 100 тысячам абонентов. Выбрали 10, из этих 10 я 4 картинки вставил. Следующий вопрос был в том, что клиентам гигабит не нужен, потому что нет ресурсов, которые могут отдать. Это, скажем, другие клиенты. Это клиенты, которые существующие гигабитные. Это те, которые потребляют. То есть в данном графике мы видим, что человеку было предоставлено 300. Следующий график. Это разные клиенты. 191, 147. И есть у нас, скажем, когорта качающих. Верхний график. Верхний график – это достаточно медийная персона. Это человек, который занимается контентом, собирает, выкладывает, размещает и так далее. Нижний график – это торнчик, который коллекционирует. Я не знаю, что он коллекционирует, но качает. У нас по профилю реально похожие на настоящее, а не спорадические всплески, только вот эти картинки. Все, что было до, забейте. Посмотрите внимательно на то, что у вас происходит с инбаундом. Во-первых, не задумлено, чтобы понять, а инбаун вообще на этом пикерам внизу. Один из графиков – это мой домашний интернет. Это вообще классно. Я еще раз говорю, это вы знаете, что он там есть. Вот мне, например, как человек со стороны говорит, слушай, мы увидели полку. Я пожимаю плечо и говорю, классно. Можно вот следующий слайд, пожалуйста? Еще. Да, вот окей. Окей, вообще без проблем. Вот это нормально. Здесь понятно, что трафик летает в обе стороны, причем четко видно, что он есть аутбаунд и инбаунд в определенном соотношении. Спасибо. Извините. Вот. Это второй вопрос был о том, что людям не нужно и не пользуется. Третий вопрос, который был, финансовая составляющая и выгода. Где же бабки? Это график роста количества абонентов, которые подключили гигабитные тарифы. Это деньги, которые они нам заплатили. Точнее, платят они нам каждый месяц. Внизу табличка. Две секунды, я сейчас закончу комментировать слайд. Внизу табличка, где мы посчитали. То есть, если бы эти же абоненты платили нам по среднему чеку по компании и средний чек по гигабитным тарифам. Ежемесячно мы получаем со всего этого дела 664 тысячи плюсов. Ну, прирост абонентской базы. В общем, это… Куда-куда-куда? На какой? Еще. Может еще? О, стоп. Ага, окей. Можно? Пожалуйста. В общем, предлагаю… Смотрите еще раз. Вот у вас график прироста подключений. Значит, теперь смотрите, альтернативная теория. А где здесь на графике рост рынка? Рынок рос или падал? Смотрите, вы видите рост подключений. И вы говорите, знаешь что, друг, а в этот момент рынок падал, а у нас подключения росли. И я скажу, вау, это круто. Или в этот момент рынок стоял, а мы росли. Теперь внимание вопрос. Вы говорите, вот прирост подключений. А рынок-то рос в это время или падал? Это, скажем, обычные подключения наши. Не-не-не, стоп. Обычные ваши подключения. Вы участник рынка. Если мы все с вами условно играем на одном рынке, то если рынок растет, то мое количество подключений будет расти. Да, все. Я ничего не делаю. Я понял. Количество подключений, рост обычных, ну, общего объема подключений. А где он здесь на графике? Это ваш рост. Рынок рос или нет? И еще отлично третьей линии обычно нарисовать. А вот легкие нормального человека, о, вернее, легкие курильщика, который не дал больше, чем 100 мегабит. Если мы сможем по итогам круглого стола какие-то замечания объективно здесь добавить, я добавлю, учту следующий год. В общем, постарался на вопросы, заданные на прошлый год ответить. И какая мотивация у меня, почему я выступаю с этим докладом? Чем больше операторов связи будет приобретать гигабитный доступ к коммутатору и ЦПЕшки, тем дешевле она будет. В общем, вот моя мотивация, в принципе, готов ответить на вопросы, которые у людей возникают в связи с переходом от 100 мегабитного доступа до гигабитного. Алексей, прокомментируйте. Там, ребят, работает микрофон, да? Ну, мы редко здесь появляемся, поэтому я представлюсь. ITM-холдинг у нас представили, торговая марка Планета, город Екатеринбург и Свердловская область. Занимаем довольно-таки существенную долю рынка, что B2C, что B2B. Торговая марка Планета – это B2C сектор. Значит, мы, наверное, здесь окажемся с третьей стороны, да, лагеря. Я так вижу, здесь оппозиция сложилась, да? У нас несколько взглядов совсем поперек. Значит, во-первых, мы прогнозируем, стараемся прогнозировать очень далеко. И однозначно отслеживаем тренды, что технологические, что рынок, что потребительские свойства, которые будут востребованы через 2, 3, 4 года. Поэтому мы у себя, во-первых, если говорить про технологии, бдим за стоимостью медных технологий и за стоимостью оптических технологий. И мы видим, что в перспективе лет 2 или 3, в общем-то, тренд стоимости оптического доступа, именно оптического доступа, гигабит, не гигабит, это уже вообще второй вопрос, будет дешевле даже на этапе подключения. Эксплуатация оптики до квартиры, обычно в Ethernet, не Jepono, Ethernet оптический до квартиры, он уже дешевле, инсталляция, да, дороже, но через несколько лет инсталляция станет дешевле, чем медь. Потому что мы прекрасно понимаем, кремний в природе значительно чаще встречается, чем медь. Поэтому он всегда будет дешевле. Рано или поздно технологии, в общем-то, дойдут до того, что оптика будет дешевле. Если посмотреть на оптический кабель, то оптический кабель уже в два раза дешевле, чем медный кабель для FTTH прокладки. Это как бы первый тезис. Второй тезис, что мы видим, что 100 мегабит не хватит однозначно. Мы сейчас не будем участвовать в спорах, нужен он сейчас кому-то или не нужен кому-то. Но однозначно мы видим тренды ультра-HD, мы однозначно видим тренды в развитии домашних цифровых сетей у потребителей, что ни для кого не секрет, уже там по 3-4 телевизора в квартире. Если все они будут ультра-HD, то, в общем-то, под, извиняюсь, даже те же самые торренты уже не останется ничего в том мегабитах. Вот. Есть. Но хорошо, не торренты, ютуб. Или еще что-то. И, в общем-то, глядя на эти тренды, мы уже заранее свои бизнес-процессы тренируем работать с оптикой. И это было основной причиной, почему мы в сентябре 2017 года запустили оптические продукты. И, в общем-то, хотим быть готовыми через 2-3 года, когда это станет уже объективной реальностью, что это однозначно все дешевле и становится массовым уметь и мочь. В общем-то, как показала практика, мы особо не рассчитывали на коммерческий успех данного проекта, который мы замутили, но по факту успех превзошел наши ожидания. То есть мы сейчас в плюсе. То есть все инвестиции, что мы сделали, что в изменение бизнес-процессов, что в эксплуатацию, мы сейчас в плюсе. И, в общем-то, наша мотивация участия здесь, она примерно такая же, как у Антона. В общем-то, мы призываем всех на эту тему задуматься. И если, в общем-то, в нашем стане людей прибавится, то и нам тоже будет легче жить. В общем-то, готов отвечать на вопросы. То есть нужно добавить, что если Orion Telecom – это медный гигабит, то планета – это оптический гигабит FTTH. Тут, возможно, есть какие-то вопросы с маркетинговой составляющей. Давайте будем обсуждать. Давайте, пожалуйста, микрофон, мы реально плохо слышим и не сможем качественно ответить. Вот здесь на графике видно, что это смешанное количество подключений и, допустим, количество подключений, которые подключаются на старые тарифы и на гигабитные. А какая процентная составляющая все-таки гигабитных новых абонентов в этом графике? Процент – полтора и рост идет, наверное, в два-три раза. С нашей стороны мы включаем в среднем 2,5 тысячи клиентов в месяц. То есть на тарифные планы, на продукты, как мы их называем, оптические, мы включаем 80-100 клиентов ежемесячно. То есть, значит, тестирование, открытое тестирование технологий запустили 1 сентября прошлого года, в коммерческую эксплуатацию передали вот в начале этого года. То есть, другими словами, такой динамичный рост, он не обусловлен, то, что в гигабитном тарифе все стали заинтересованы, а это может быть просто маркетинговая привлекательность и вот пиар повлиял на такую динамику. Ждали этого вопроса. Я добавлю свои первые статистические цифры. То, что я сказал, 80-100 – это только новые клиенты. Примерно такая же цифра по существующим клиентам, которые раньше использовали медное подключение. То есть их немножко больше, если в сумме говорить об этом. С точки зрения маркетинга или не маркетинг, давайте встречный вопрос задам, а что вообще не маркетинг? То есть в любой компании, да, маркетинг – это же не отдел, это весь бизнес, это и монтажник, и девочка, которые на ресепции правильно улыбаются клиенту, и, собственно, качество продукта, сервиса, речевые модули, все на свете не нужно здесь объяснять, здесь сидят все профессионалы, все это понимают. Даже то, что здесь мы сидим, отвечаем на определенные вопросы, мы решаем и маркетинговую задачу. Она, конечно, очень маленькая, но, тем не менее, это тоже есть. Но в вашем контексте, отвечая на вопрос, у нас сугубо прагматичная была цель. Мы видим, что будет в перспективе, у нас есть стратегия развития сети передачи данных, мы понимаем, что в точке 2016 год мы должны начать тестировать, мы понимаем, что в точке 2020 год мы тотально перейдем на оптические подключения всех новых клиентов, потому что это дешевле с точки зрения эксплуатации и, собственно, инвестиций в подключение. Коллеги, да, добрый день. Такой вопрос, ну, все мы считаем средний трафик с абонента, а вот интересно, новые клиенты, которые переключились на гигабитные подключения, насколько средний трафик с абонента на таких подключениях выше, сколько раз выше, чем на обычных подключениях, особенно в контексте Яровой? Это интересует. Позвольте мне ответить, пожалуйста. Значит, средний это как? Это взяли количество мегабайт прокачанное за день и разделили на количество секунд в сутках? Средний за месяц. Не меняется, вообще не меняется. Появляется комфорт у абонента, когда он получает контент из интернета, не за 10 минут, а за одну. И это существенный маркетинговый плюс, вот если возвращаться к прошлому круглому столу по поводу борьбы с оттоком. Вот Антон может даже рассказать на эту тему историю, мы об этом тоже сталкивались, но у него это более красочно получилось. Вообще не меняется? Практически не меняется. Мы не заметили разницы. То есть человек получает ту же самую информацию, только быстрее. Естественно, есть, ну вот я приводил пример качальщиков, торрентеры, которые приходят нам от других конкурентов. Мы их убираем из этого списка, ну то есть мы не смотрим. Ну он качает и качает. Две секунды. Вот этот список, ой, две секунды. Вот к этому графику я могу сказать следующее. Вопрос был про среднее, да? Мы понимаем, что маргиналы есть всегда. Вопрос был про среднее. Я сейчас, две секунды. Есть вот этот человек, я не знаю, что он качает, что он собирает, но тем не менее. Последний фильм, который я закачивал, по-моему, был Тор Рагнарёк. Он у меня скачался скоростью 50 мегабит в секунду, при том, что я качал именно с него. Полежьте, полежьте. То есть проблема в том, что… Коллеги, я хочу уточнить вопрос на всякий случай. Средний трафик с абонентом вы не заметили изменения на всей абонентской базе? Либо вы пока еще не считаете средний трафик с абонента именно на гигабитных подключениях? Именно на гигабитных подключениях? Вот, извиняюсь, у нас тут две разных команды, да? Одни за оптику, да? Если говорить о каких-то поборниках идеи, то, в общем-то, мы считаем оптика, коллега считает медь. Нет, я говорю только про скорость. Мы детально анализируем трафик, трафик не изменился, то есть девиации в виде, не знаю, 50% отклонений мы не учитываем вообще, потому что они, естественно, на 100 мегабитных точно такие же бывают. Нет, но мы можем взять совокупность клиентов, например, отделить вот эти там до 100 мегабит, эти там выше 100 мегабит. Средний трафик абонентов там месячный до 100 мегабит Х, средний трафик абонентов больше, чем 100 мегабит У. Вот У и Х, вы хотите сказать, равен единице? Мне как-то в это слабо верится. Либо это стат погрешности. Секундочку, я добавлю, знаете, мы такое наблюдение есть, чем выше качество, выше скорость, тем меньше потребляется трафик. Вот я бы даже сказал даже обратно, не то, что она остается таким же, она падает обычно. Потому что люди получают качественный, быстрый контент, они перестают запускать спид-тест, вот, и постоянно нагревать канал. Ну, что-то я тут не соглашусь с вами. Ну, это факт. Ну, по крайней мере, вы говорите, не растет как бы. Не растет, не растет. Да, вы посмотрите, может даже чуть-чуть падает. Я уверяю, интеграл графиков, вот, если взять одно и то же пользователя, которому нужен один и тот же контент, и его на гигабите там, и на 100 мегабитах, да, у одного всплеск будет выше, но он будет короче. И в итоге интеграл будет одинаковый под обоими графиками. Но это факт, мы уже все посчитали. Вопрос по трафику хороший вопрос, я думаю, мы его через год вот здесь же также и обсудим, посчитаем, прямо вот в разрезе, потому что в текущий момент, ну, вопросом не задавался, но мы и не увидели увеличение объемов. Ну, вот серьезно. Ну, и клиентов еще таких у вас не так много пока. Тысяча процентов уже и растет. Я согласен, что процент к остальным 99, чтобы дать рост, там, ну, нужно закачаться. Тем более, что мы говорим о гигабите, скорость это 200-300 мегабит в секунду, интернет мы им даем. Ну, в свете… Коллеги, давайте пойдем к следующим вопросам. На следующий год вопрос записан, сделаем. Подскажите, пожалуйста, а как вы боретесь именно с абонентами в том плане, что у вас стабильно гигабит? То есть у нас проблема в том, что мы внедрили гигабит уже где-то полтора года, у нас тоже около тысячи абонентов именно гигабитных, и у меня такое чувство, что они только занимаются тем, что они ходят с телефоном там или с чем-то и меряют скорость. И они звонят и говорят, а у меня сейчас не 900, не 950, почему? Как вы вообще боретесь с такими абонентами? Вопрос понятен, еще раз момент. Мы подключаем человека на гигабит, но скорость доступа в интернет мы им даем по тарифу 150, 200 и 300. Скорость до 800 мегабит они могут увидеть внутри города, внутри локалки. Плюс мы их, чтобы Пентагон не досили, мы еще и Benwich ставим, чтобы приятнее жилось дальше. На 800 мегабитах. Вообще интересная формулировка. Боретесь с абонентами. Мы объясняем, что такое интернет, что есть ресурсы, которые ограничены в отдаче того или иного трафика. Делаем то же самое, что и на 100 мегабитных продуктах. Проблема, о которой вы говорите, она же, если считать это проблемой, то она существует при любом подключении. Мы понимаем, что есть интернет, есть какой-то источник, еще что-то, еще что-то. У всех же… Если вы имеете в виду перегрузки на сети оператора, то мы упреждающие занимаемся контролем качества и не допускаем перегрузок. Вопрос, здравствуйте. Я прежде всего хочу согласиться, что при переводе на гигабит трафик не меняется. Не то, что радикально, а вообще не меняется. Мы тоже это смотрели. Более того, когда на сотке мы упираемся в полку, то при переводе на гигабит даже трафика может быть меньше, потому что нет ретраев, как бы, да, и на самом деле сеть разгружается. У меня вопрос другой. Вот вы упомянули про 4К телевидение. Здесь у нас дилемма. Мы сейчас и одновременно HLS предоставляем, и мультикаст. Куда вы склоняетесь? Это первое. И второе. Где вы берете источники 4К? Это вообще на каких спутниках? Там всего два канала. По земле берем. А первый вопрос? Значит, склоняемся мы к обоим технологиям. Значит, у нас мультикаст для реал-тайма, в общем-то, просмотра. HLS у нас используется для живой паузы, отложенного просмотра и прочих, в общем-то, таких сервисов. Значит, для доставки контента по сетям Wi-Fi в домашней квартире, да, ну, понятно, мы там даже онлайн будем вынуждены переводить на HLS, потому что мы прекрасно понимаем, как мультикаст Wi-Fi работает. Вот. Но мы видим это как бы не тотальным решением, да, а именно индивидуальным, где именно так и никак иначе не может подключить приставку клиент. Вот. Вот на первый вопрос. А на второй вопрос, ну, Олег, ты прокомментируем, может, по земле, это очень короткий ответ. Ну, так это не тема нашего стола. У нас сейчас в Свердловской области больше всех 4К каналов у оператора связи планета. В личку напишите, мы прям дадим, что нужно сделать, чтобы они тоже появились. Добрый день. Вопрос у меня такой простой. Как проблему с роутерами решаете? Я прошу прокомментировать проблему. В чем проблема? Ну, при переходе на гигабитный доступ, соответственно, роутеры, которые до этого абоненты себе активно ставили, они уже для этого не подходят. То есть и тут нужно либо абоненту говорить, что теперь тебе нужно купить роутер, но гигабитный он стоит уже там не 600-700 рублей, а уже… 4,5 тысячи рублей с оптическим портом СПИ. Ну, то есть вы продаете абонента? Мы вот… Наш маркетинг таков, что мы стараемся забрать… Ну, у нас достаточно высокий арпут для нашего высокотанкурентного региона, да, и мы забираем верхние слои платежеспособных клиентов, и оптические продукты у нас стоят несколько дороже, чем обычные. Соответственно, эти люди способны платить на данном этапе те, кого эта тема интересует, те, кто хотят все и сразу, и очень качественно, и самое передовое. Именно так мы и позиционируем эти продукты. Соответственно, эти люди в состоянии купить, и они их покупают. Поэтому рентабельность этих продуктов очень хороша. Я позволю себе добавить маленько. Значит, почему мы видим, что через два года технология оптическая станет, вот про что я говорил, да, именно выстрелит и станет массовый с тотальным переходом. Ну, два, понятно, в стратегии это плюс-минус год, да, это может быть и полтора и три по итогу, вот, но рано или поздно это наступит. Одна из причин – это как раз дешевая оптическая ЦПЕ. Неважно, что она… Ну, в общем-то, они сейчас примерно одинаковые, что медная гигабитная, что оптическая гигабитная. Ну, плюс-минус, там уже проценты начинаются разницы. Именно массовости сейчас мешает отсутствие доступных дешевых ЦПЕ, которые мы могли бы, в общем-то, отдавать в аренду. Поэтому у нас естественным образом сейчас регулирован рынок, да, то есть у нас порог входа в оптический продукт, который мы продаем, это стоимость ЦПЕ. Не все ее готовы купить, именно поэтому у нас сейчас гигабитные подключения, вот, не сто процентов от всех подключений. Когда эта ситуация переломится, мы будем оптические ЦПЕ раздавать так же, как и медные, то, в общем-то, мы тотально перейдем на оптический гигабит везде. Не, ну здесь я все-таки немножко добавлю, да. На этапе, когда мы тему начали запускать, сделали несколько удачных рекламных кампаний, спрос превышал ожидания, да, у нас была очередь из желающих подключаться даже на этапе тестирования. Огромное было число желающих, ну, достаточно высокий уровень доверия к нашей торговой марке, но мы даже вынуждены были ограничивать ценой порог входа для того, чтобы просто подтестить. Сейчас мы проводим кратковременные акции, да, по поводу того, что вот для новых клиентов, пожалуйста, бесплатно можно подключиться, для существующих клиентов мы 1200 рублей берем за присоединение такого клиента. Мы со своей стороны предоставляем роутеры по акциям в пользование, либо предоставляем рассрочку платежа. 3, 6, 9 месяцев. Мы лет 5 назад начали строить гигабитные сети, имеется в виду гигабит на доступе в квартиру, прям медный. Ну, была возможность, решили такие, а что бы нам не построить новый город по гигабиту, взяли, построили. Ну, смотрим, что происходит, да ничего не происходит. Тарифы 200 мегабит, 500 мегабит. Ну, единичные абоненты берут. В принципе, это очевидно. Почему? Контента такого нет, нечего потреблять. То есть берут какие-то там… Он еще не суток. Супер крутые, да, ребята. Да, то есть мы построили и мы ждем, вот смотрим, что из этого получится. Очевидно, что это тренд, очевидно, что это будущее. С одной стороны, мы построили сеть, которую не надо модернизировать много лет, в этом плюс, наверное. Во-вторых, да, мы будем готовы, когда это время настанет. По поводу профиля трафика в этих городах, у нас сейчас 3 города построены по гигабиту, и все новостройки, которые мы строим, мы строим по гигабиту. Профиль трафика абсолютно никак не отличается от 100-мегабитных городов. Вот, и в принципе все. По поводу вашего утверждения насчет оптики или меди, полностью согласен с тем, что кремния в мире больше, чем меди, и очевидно, что это станет дешевле. Единственное, что нас останавливает, ну если мы говорим про технологию джин-тампон, это стоимость ЦПЕшки. Мы вот сейчас ждем, когда эта ЦПЕшка подешевеет, и скорее всего тоже полностью перейдем. Уже сейчас мы для себя определили порог домов, в которых имеет смысл строить пон. У нас не пон, у нас изернет, у нас обычный изернет. Все понятно, мы пон используем. То есть в каких-то домах небольшой квартирности мы уже сейчас застраиваем пон, потому что если посчитать, то это выгоднее. Спасибо. Ну только очень коротко, прям вот. Уточните, пожалуйста, какие коммутаторы используете для гигабитного доступа? Оптического. И медного тоже интересует. Хорошо. В общем-то, ну вот у нас есть любимый поставщик SNR, в общем-то его коммутаторы используем. Что сказать? SNR там, та-та-та-та-та, там большая линейка, в общем-то, у нас на сети. Если честно, я прям циферки не вспомню, какие коммутаторы. Но для массовости мы используем те коммутаторы, ну поскольку у нас сейчас дорогой порог входа, и мы обещаем, что мы оптику везде можем, то сейчас мы для присоединения оптических клиентов используем свободные порты с SFP, то есть коммутатор, который мы берем, который 100 мегабитный, медный, у него есть 4 SFP порта, один магистральный входящий, собственно, 3 свободных. Пока у нас дорогой порог входа, мы пользуемся этими портами, поэтому порты даже не создавали для этой технологии. По мере наполнения и увеличения, проникновения оптических продуктов мы просто рядом будем доставлять второй коммутатор оптический. И сейчас как раз, где Артем? Вот он сидит. Артем Инборисов сейчас нам как раз делает предложение, формирует, так скажем, не делает, извиняюсь, коммерческое предложение, мы будем выбирать. В общем-то альтернативы есть, мы понимаем. И понятно, кто альтернатива СНРу. Ну как минимум Делинк. Ну, учитывая, что конференция НАК как-то будет некультурно и по отношению, наверное, к организаторам называть, чьи коммутаторы мы используем, но СНРовский мы тестируем. Спасибо. На этой оптимистичной ноте предлагаю закончить круглый стол. У нас, извините, регламент. Давайте заканчивать. Я последнее, пожалуй, скажу. Если у кого-то остались вопросы, я прошу писать их в личку, в личке в приложении, там есть ссылка чат, можете туда выйти и задавать нам вопросы, ответим. Как-то очень мало было вопросов по поводу оптики. Я ожидал, что спросят там, не знаю, о стоимости, о каких-то деталях, нюансах, но их не было, к сожалению. Ожидаю, что они будут. Возможно, подойдут в кулуарах обратиться. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.